всем привет вот разбили мы лагерь здесь с утра готовили подготовили здесь вот место для костра распалили распалили огонь теперь сделали вот уже тут мы немножко раз разгрузились а сделали вот такой столик чтоб удобно было сегодня будем делать этот как блюдо чингисхана блюдо чингисхана сделал сделали столик чтобы удобно было работать над ним кухонным и сделали потому что обещали холодно но сейчас такой холода нет но миловая такая погода такая сыроватая решили сделать надью вот мы ее уже загрузили здесь надья но это не сосна так как у нас в нашем регионе сосны нет это акация дикая акация значит вот это полу зеленые 2 они не полностью сухие полу зеленые вот эти два бревна это полностью сухая как кость сверху потому что основная нога надье в наде основное гореть будет это верхняя это первое второе не буду объяснять что такое надья для чего это надья в интернете да в просторах ютуба очень много этих видео поэтому я не буду говорить и объяснять как ее распаливать как делать ее сами если нужно загуглите и посмотрите в общем вот так вот мы расположились а столик конечно чудо ли сделали чудо ли сделали такой лагерь продолжаем готовь сегодня бушкрафт реальный вот нужно часто выбираться из мирской суеты в лес он учит действовать вот и сегодня мы готовим любимое блюдо чингисхана такое вот блюдо но я сразу хочу вас заверить что это не оригинал вот в оригинале луковицы режутся на четыре части здесь я просто порезал вот так вот для этого потребуется вот полукольцами лук мясо хороший нож и камни вот эти камни я насобирал на море на мою долю можно сказать выпала такая возможность побывать на море вот сейчас я вам покажу море для тех кто живет далеко от него и кому было бы интересно увидеть это море я покажу вам сейчас море 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 Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры добавил DimaTorzok Значит так, ребята, смотрите Мы насобирали вот таких вот морских камней, гладких Для этого блюда нам понадобится именно вот, например, как галька Такие камни Вот, видите? Да, я, конечно, хотел вам показать покрасивше камни Были такие белые гладкие камни Для того, чтобы приготовить любимое блюдо Ченарисхана Но я обломался в этот раз Потому что сейчас у нас февраль месяц И, как мы знаем, наступает март И море очень сильно бушует И камни такие находятся далеко Глубоко, вернее, под песком Поэтому мы находим хотя бы вот такие гладкие камни Но, смотрите, ребята Чтобы ни в коем случае Камни не были сделаны из вестняка Известковые камни, конечно, здесь уже нам будут лишние Потому что они имеют свойство растворяться Под воздействием высокой температуры И могут попасть в организм Поэтому я не советую из вестковых камней И вообще их нельзя Не то, что не советую Их нельзя употреблять В приготовлении данного блюда А такие гладкие камни Вот, они То, что нужно для нашего блюда Надеюсь, вам понравилось море Продолжаем дальше У нас есть мясо Вот такое Мы сейчас будем его перчить Приправами его обдавать А потом заворачивать в фольгу Чтобы оно немножко настоялось Пропиталось Кстати, хороший нож Это украинского производства Спутник Охотничий нож Ну, пользовались мы с ним не часто Но показывают себя хорошо Для нарезки мяса Для нарезки мяса Нарезаем вот такими Кустами Не сильно большими Не сильно толстыми Вернее Вот Готовим традиционное Монгольское блюдо Его любил Чингисхан Вот Он даже Готовил Приказывал своим Слугам Чтобы они готовили ему это блюдо И его жене Барте Такими кусочками Нарезаем мясо Вот Не сильно толстым Не сильно тонким По-моему, для двух человек Это будет слишком много Да-да Ну, мы сегодня на целый день Да, мы сегодня Аж до вечера Можно сказать даже Сейчас мы его специями отдадим Оно немножко настоится Повторяюсь А потом Бум, приступать Собственно На самой готовке Сейчас приготовление Мясо немножко Подмороженное Ну, чуть-чуть Слегка Так, по поводу специй Взял такие Такие специи Не буду показывать марку Чтобы никто не подумал Что реклама До мясных страв Вот Тут здесь Здесь все Чеснок сушеный И там Черный перец Куркума Там Всякая Белиберда Мы сейчас будем Это мясо Обволакивать Здесь Значит И так делаем Берем Высыпаем Саму эту Месть вот так вот Прям высыпаем Смело Вот Потому что Мы будем Вот И такие провальские травы Судни штраф Очень Очень Кстати Хорошие травы Пахнут Замечательно Знаете Таким запахом Как шашлык Немножко отдает И чуть-чуть Роланский Трав Ну и сильно Можно Чуть-чуть Чуть-чуть В смешку Вот Этого достаточно Здесь у нас Есть черный перец Для добавки Так взял Ну оно Лишнее конечно Чеснок Там же Присутствует Белое Да Черное Да Первое Что я высыпал Проправить Присутствует Чеснок Там не обязательно Это такой Сушеный чеснок Вот Это есть Вот Взял Я так же Две чесночины Это я буду в конце Показывать Вы увидите Что я буду с ними делать А сейчас Обволакиваем мясо Здесь Вот так вот Обволакиваем Кстати Нам нужна еще соль Но садить мы будем Как только будем Готовить Так Не открывается Так вот Ну так вот Объясненно Мясом Обволакиваем Сейчас будем Ложить его И оно будет Немножко пропитываться Запах конечно Изумительный Да Пахнет очень Вот этот Проводский травм Как запах чеснока Этого шашлыка Сейчас будем делать Такую вкуснятину Взяли с собой Хороший кусок мяса Следующий этап Мясо мы вот Уже поперчили Посолили И теперь мы Его заворачиваем И Ложим На некоторое время Там минут 15-20 Чтобы оно полежало Пропиталось Мясо Мясо Так оно должно Немного Да Оно должно Чуть-чуть пропитаться Чтобы полегу Немного Побыть А потом уже Да Ну вот так Где-то Мудрить тоже Не надо сильно Вот так вот Все Оно должно Минут Ну 20 Полежать Пропитаться Это уже поперченое Посоленое Ну все Короче Тут уже сделано Сейчас будем Мы его Готовить Вот наше мясо Уже Подготовилось Для приготовления Основного Берем Можно взять Кусочек мяса Кто может Брать лук Вот И Вот так вот Сковородку Нужно обязательно Смочить Масло Мясо Сначала Нужен Хороший Огонь А потом Уже будем Готовить На метр На метре Вернее Тушиться На метре Берем Камешки Разболок В масле Вот Улаживаем Лопатку Возьми Сразу наложи Наверное Наверное Да Лопатка Сразу наложи Поправлять Лопаткой Там масло Пока не горячее Можно еще Надо поплотнее Ложить Камешки Конечно Желательно Речные камни Но у нас Гладких камней Нет в речках Потому что Они в основном Там где Хороший Водопад И знаете Когда сильное течение Там Это морская галька Поправляем Да Да Так Я Витал на куку Который По-другому Когда он не может Сильно огонь горит облакиваем маслом вот так всем сразу хочу сказать, что я это делаю в первый раз как бы сказать, испытательное блюдо улаживаем камешки жар серьезный здесь а потом эти камешки ложим в лук потом кидаем лук полукольцами можно, конечно, в оригинале на четыре части режут ну я так на свой вкус по своим вкусовым рецепторам это блюдо получится вкусно по запаху сразу можно определить мясо любит много лука а лук любит мясо готов берем мясо улаживаем его кусочками вот так вот так вот и сейчас мы повторяем так же самое то есть слой на слой то есть слой на слой ну да это слоеный пирог потом опять слой на камни следующие камни уже не надо смачивать в масле только нижний слой, да? нижний, да потому что они просто не прожаривают мясо получается мясо как бы варено-отпишенное очень вкусное очень вкусное вот это многовато мясо получилось ну и все а пытаемся его уложить так как сковородка у нас маленькая по-питански его уложить так вот так и да, конечно, у нас будет замечательно потом сложим снова лук много лука много лука это блюдо любит много лука, да? это, я вам скажу здесь душа отдыхает исцеляется набирается сил и нельзя сидеть в четырех стенах так по краям края закрой края потом берем камни но они не должны быть в масле, нет? не должны зачем? по нижней слою они должны быть в масле потому что они начинают прожариваться камень нагревается оно его как бы пропекает тут же самое тушит в собственном соку тушится мясо сковородка маленькая если у кого там готовится там для человек десять вот ему надо, конечно, больше сковородка нет в таком же порядке он в интернете много этих рецептов можете посмотреть кому интересно ссылку я не буду оставлять под видео потому что этих видео мне поможет только в интернете если мусор это ia Ну, азиаты его готовят. О! Теперь, сейчас мы видим, что начинает выходить выступать пар. Мы немножко пол-литра где-то мы заливаем. Даже чуть-чуть на такую сковороду надо меньше. Заливаем водичкой и потом накрываем крышкой и ждем 2 часа. Сейчас мы улаживаем эти камешки. О! Этого достаточно. Теперь ты говоришь воду, да? Да. Этого достаточно. Есть еще приправа такая чесночная. Скажите, зачем много чеснока? Для того, чтобы мясо хорошо пропиталось, так как сковорода большая. Вот. Сушеный чеснок мы добавляем сверху. Прямо так на камне оно все пропитается, аж будет бургерь, как говорится. Чуть-чуть вот так вот чесночка добавляем для вкуса. Не стесняемся. Вот. И вот такие 2 чеснока нарезанных. Ну, так кто как хочет. Другие добавляют перец там горький, такой зеленого цвета. Я добавляю вот так 2 чеснока, чтобы хорошо отдавало чесноком. Прямо с тем прянуцами, да. Получается изысканный вкус. Вот так вот. Лажем. Отночисточина разводилась, конечно. Ну, ничего страшного. Вот так. О! Теперь мы берем, уже как мы видим, как немножко подождил. Должен полетить пар. Сковорода должна хорошо прогреться. Должен давать. Теперь на медленном огне она должна тушиться. Вот так вот этого достаточно. Сейчас, как только пар пойдет, хороший так пар. Мы закрываем ее крышкой. Да, потом закрываем крышкой и больше сюда не лезем. Бар пошел. Заливаем немножко воды. Периметру сковородки. Вот так вот. Сейчас еще чуть-чуть. Потому что там маловато. Вот так где-то. Все, этого достаточно. И накрываем его сковородку, сковородку эту крышкой. И не трогаем. Два часа. Плотно должна крышка быть, конечно. Камень лишит. Вот так. И пусть теперь тушит. Теперь оно должно два часа намедленно магнить. Тушиться. Сегодня будем пробовать такую вкуснятину. Что-то ты сегодня сругаешь. Сделаю лопатку тебе, чтобы переворачивать. Выбирать, вернее, мясо. А, ну да, надо будет знать, что. Потому что у нас одна лопатка есть, а вторую теперь, вторую сделаешь. Ну да, чтобы камни было удобно убирать. Конечно. Как пинцеты. Вот так у нас стоит костер. Мы сейчас и греемся. Несмотря на то, что на улице солнышко, все равно похладновато. Но возле огня нормально. Мы сейчас ох Fight. На улице солнышко, Продолжение следует... 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 С приправами. Красота. Вылетел лук. Сколько ты головок большого болгарского головок примерно почистил? На эту сковородку я почистил штук 10 луковиц. Много надо лука, потому что оно проваривается, пропитывается. Посмотри, в собственном соку оно пропаривается. И получается вкус просто объедения. Хороший все-таки. Да, не пожалел я в этот раз, что сделал такое прекрасное блюдо. Котя, ты первый раз сделаешь это блюдо? Представь, как оно классно получилось. Запах изумительный. Вкус, коза, да? Вкус, вообще красота. Сейчас попробуешь. И какие куски мяса. Наслаждайся. Чеснок он вообще придал вкусу. Ну, тут мы, наверное, это все сами с тобой не съедим. Однозначно. Посмотри, как оно проварено, посмотри. Оно должно... Вот, я вам близко показываю. Оно просто супер. Супер. И мягенькое. Готовилось два часа. Два часа и десять минут. Если точно. Да. Теперь насыпаем мы мясо. Вот. И сейчас будем вкушать. Отлично. Мясо такое вкусное. Да. Ты смотри. У меня получилось приготовить это блюдо. Я первый раз это готовлю. Если честно, очень вкусно. Чуть-чуть волновался. Очень вкусно. Чуть-чуть волновался. Но не зря. Видишь. Все-таки я... Вот так. Так. И можно чуть-чуть по блюду там, да? А, чуть-чуть. А соус же ты взял, да? Петрушки. Да, кстати, соус есть. Вот сейчас мы зеленой петрушечки там немножко себе потрусим. Вот так. Чтобы было нам вкусно. Так что, ребята, выходите отдыхать почаще. Это придает вам сил, энергии. А в лесу сейчас вообще красота. В сепи сейчас слышно, как ветер гудит. А здесь просто так, знаете, как в этом... Как у кота в запасу. И как там говорят. Вот. Так. Так. Камушки мы не выбрасываем. Как я еще раз говорил. Вот. Иди покажи камни. Вот такие камни. Их можно будет просто помыть. И использовать заново. Блюдо очень нам понравилось. Мы будем это делать часто. Может быть не на камеру, но... Будем кушать такое блюдо часто. Нам очень понравилось. Вот так где-то это выглядит. Сейчас еще соуса поставим. И будем кушать. Всем приятного аппетита. Пробуйте. Эксперимент. Пробуйте. Эксперимент. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Приготовили вот такой чай, вот так он выглядит. Сейчас мы разольем его в кружку. Вот, вот он в сухом составе, видишь, здесь это черноплодная рябина есть, яблони сушеные, лепестки хибискуса какого-то, я вот не знаю что это за хибискус, плоды шиповника здесь и все по 20%. Вот, обрати внимание, смотри, я здесь использую только шиповник. Боярышник тоже есть, можжевельник там тоже есть, черника, даже черная бузина, вон, видишь, черная бузина. Есть, да? Да, да, здесь все. А здесь это фруктовый, да? Фруктовый, чисто фруктовый чай, то есть здесь чая никакого нету, только сушеные ягоды, плоды. Да. 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 차 mostrar, да, 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 да.